Утром на митинг, днем кататься. Завтра в городе официально открывается велосезон. Если у вас нет своего велосипеда, его можно взять на прокат. В этом году установили фиксированную минимальную планку 120 рублей в час. Какие еще новшества узнала Елена Портнова. Всего в городе должно быть 39 пунктов проката и под каждое определено свое место. Сейчас свободными остаются 15, но по условиям исполкома Хочешь работать в этом бизнесе – оформить дизайн пункта по правилам. Таким образом, в городе намерены решить сразу несколько проблем. Первая – избавившись от различных вагончиков, создать пункты проката европейского формата. И вторая – легализовать этот бизнес. Теперь предприниматели, работающие без специального помещения, будут считаться нелегальными. Здесь будут такие оранжевые вставки. Они изначально были красными. Здесь вот такие стоечки будут для велосипеда, чтобы можно было аккуратно стоять. Правда, пока многие пункты будут работать в помещениях, оформленных по старинке. Проект утвержден недавно. Отсюда и отсрочка. Предприниматели, которые уже работают, обойдутся лишь обшивкой. Но и эта процедура не из дешевых. У меня порядка 80 тысяч обойдется обшить данный вагон. Причем там пошли навстречу, опять-таки сказали тех, у кого нет возможности, они предоставят рассрочку, то есть договорятся с определенным банком, что предоставили нам под низкий процент рассрочку. 2,63, Саша. Сейчас специалисты производят замеры вагончиков. В выборе подрядчика город предоставил челнинским велопрокачкам полную свободу.